Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Что ж, давайте вернемся на финансовые рынки, посмотрим затем, что же интересного на них происходит. Впереди у нас выходные, я советую провести их очень хорошо, потому что нужно, безусловно, собраться с силами, ведь на следующей неделе, а именно 16 декабря, в среду, нас ожидает долгожданное заседание Федеральной резервной системы и возможности изменения денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, к этому событию мы готовимся уже очень давно, ждем, следим за ситуацией, ждем того, что АФРС все-таки пойдет на повышение процентной ставки. И если это случится, я в этом практически не сомневаюсь, значит наша идея, которая предполагала возможность неплохого усиления позиции американца, она будет состоятельной и мы, наконец-таки, в частности, по паре доллара и японская иена сможем добраться до нашего целевого ориентира в 125 иен против американца, но, может быть, это произойдет не сразу, по крайней мере, нам самое главное получить импульс, который мы легко и без каких-либо трудностей сможем перенять уже в 2016 году и просто продолжить его реализацию. Давайте обо всем поговорим поподробнее. Соответственно, начнем мы сегодня с нефти, как мы традиционно это делаем, актуальные котировки на текущий момент 39.87. В целом, видим то, что бренд по-прежнему находится под серьезным давлением. Если вы посмотрите на дневные таймфреймы, то сможете увидеть, что минимальные уровни, но никак не отпускают этот актив. В принципе, WTI также торгуется на минимальных значениях за последние, получается, 7 лет. Соответственно, если говорить про факторы, которые указывают на то, что бренд остается, должен оставаться одним из реальных аутсайдеров всех площадок, в качестве такового можно отметить прошедшее заседание ОПЕК. Мы на нем уже останавливались очень детально, прекрасно понимаем то, что ОПЕК, по сути, дал нам сигнал, который мы хотели получить, то, что квота официально установленная осталась на прежнем уровне. Верхние лимиты планки по производству не определены, поэтому мы будем следить отдельно по каждым государствам, в том числе и в рамках ближневосточного картеля и в рамках тех стран, которые отличаются серьезными объемами производства, но не входят, соответственно, в этот картель. И я думаю, что в следующем году, уже в первом квартале, мы сохраним вот эту тенденцию постоянного прироста, что в целом будет указывать на еще большую избыточность предложения. Ну а что касается состояния мировой экономики, мы и без того прекрасно знаем то, что пока делаем ставку на еще, по крайней мере, на стагнацию, которая рискует привести в еще более глубокий спад. И здесь барометром у нас остается Китай. Мы также анализируем совокупный макроэкономический фундаментальный фонд. На этой неделе останавливались на данных по индексу потребительских цен и торговому балансу. Здесь особого позитива, собственно, и нет. Не будем повторяться с точки зрения этих отчетов. Хочу обозначить для вас обновленный фонд. И он связан с тем, что вчера, если вы следили за новостным фоном, который посвящался как раз перспективам бренда, то непременно не упустили статистику, которая определяет уровни производства в рамках ОПЕК за прошлый месяц, то есть в рамках ноября. И эта статистика, собственно, указала на то, что ближний восточный картель увеличил производство нефти в ноябре 2015 года на 230 тысяч. И, соответственно, доведя общий показатель выработки сейчас уже до 31,7 миллиона баррелей в сутки. То есть квота у нас, люблю, конечно же, делать акцент на этом моменте, но он реально серьезный аргумент для того, чтобы распродавать углеводороды. И я думаю, что вот расхождение именно планки установленного официального уровня и фактических объемов производства, они должны, по сути, убеждать даже самых реальных скептиков в пользу того, что бренд реальный аутсайдер. Фактически объемы 31,7 миллиона против квоты 30 миллионов. И если мы еще обратимся, опять же, к новостному фону по факту, опять же, прошедшего заседания ОПЕК, мы прекрасно понимаем то, что противостояние между Саудовской Аравией и Ираном сохраняется. И если Саудовская Аравия не хочет потесниться, соответственно, снизить рекордный объем производства и все-таки уступить долю рынка Ирану, он все равно будет прессинговать, и мы в любом случае увидим увеличение объемов производства. Что касается тех государств, которые внесли самый главный вклад в увеличение объемов производства, это Ирак, потому что только в рамках этого региона производство выросло на 247 тысяч баррелей в сутки, до 4,3 миллионов. И если вы помните, какое-то время назад, несколько месяцев назад, когда мы активно обсуждали тему, связанную с возможностью снятия финансово-экономических санкций с Ирана, мы делали акцент на то, что в случае задействования всех свободных производственных мощностей, Иран, в принципе, может выйти тоже на показатели выше 3,5 миллионов баррелей в сутки. И если сравнить с текущими объемами производства чуть выше миллиона, получается, что есть куда расти, есть что лоббировать в плане своих идей, и, соответственно, увеличение производства будет толкать фактически объемы даже выше 32. Я вообще ориентируюсь на показатели 33 миллиона баррелей в сутки, тем более, что делаю еще ставку на то, что и Ирак также продолжит увеличивать объемы производства, еще и Индонезия, поэтому в целом у нас очень интересная картина, которую мы перенимаем и плавно переносим в 2016 год. Это картина, связанная с сверхколоссальным предложением, что весьма недвусмысленно намекает на то, что дно по бренду еще не достигнуто. Поэтому 39.87. Как я и отмечал, давайте, опять же, в качестве сторонних наблюдателей, пока останемся в отношении бренда, закроем эту неделю, а уже в понедельник вернемся снова к этому активу, посмотрим на открытие, оценим экономический календарь с точки зрения важных релизов в рамках 5 дней, ну и поставим уже новые ценовые ориентиры. Далее идем. Пара доллар-рубль. Соответственно, актуальные котировки на текущий момент 69.19. Рубль реально также продолжает девальвироваться. Понятные причины, следственные связи. Я думаю, что эта тенденция сохранится и дальше. Сегодня из интересных макроэкономических событий российского региона стоит отметить ставку, которая будет опубликована в 14.00 по московскому времени. Но учитывая то, что рубль неплохо девальвировался буквально за последние несколько недель и учитывая то, что девальвация, как я вам вчера говорил, сказывается на росте индекса потребительских цен, думаю, что, наверное, самое лучшее решение сейчас для Центрального банка России не вносить какую-то переменную в плане монетарных политик и не провоцировать рынки на дополнительные риски, связанные с еще одним шагом экономического смягчения, снижение процентной ставки. Именно так и стоит трактовать. Ну и, разумеется, не провоцировать валюту на какую-то дополнительную разгрузку еще по причине решения национального мегарегулятора. Сюрпризы могут, конечно же, последовать, но вероятность этого низка. С большей долей вероятности мы увидим ставку на прежнем уровне в понедельник, разумеется, мы еще вернемся к этому фону, проанализируем ситуацию со ставкой, и, ну, если будут какие-то решения, попробуем найти объяснение, исходя из общих экономических реалий, которые сейчас свойственны для российского региона. Но пока по российскому активу, как и ранее, мы делаем ставку на девальвацию, 70 мы непременно еще достигнем, тем более, что, особенно после вчерашнего дня, совершенно очевидно, что и Brent также будет и дальше тяготеть к более низким ценовым значениям, потому что тому способствует фонд, характерный для этого вида сырьевых активов. Дальше идем. Европейская валюта против доллара. Корректируется, в частности, актуальная котировка 1.09.34. Видели то, что евро тестировало сопротивление на уровне 1.10, локальных был даже в районе 1.10.50 примерно так. После этого пошел отскок. Думаю, что все участники рынка прекрасно понимают то, что каких-либо долгосрочных, среднесрочных оснований для усиления позиции главного валютного риска, по сути, сейчас на рынке нет. Мы ожидали то, что коррекция будет раньше. Она последовала, соответственно, только вчера. И если, опять же, говорить о том, есть ли для этого основания, конечно же, есть их множество. И, опять же, чтобы не повторяться, просто самое главное нужно понимать то, что Европейский Центральный Банк по-прежнему еще не анонсировал то самое решение, которое и может стать реально максимально разгрузочным и негативным для европейского валютного актива. это решение, связанное с потенциальным расширением программы количественного смельчения. То есть, возможные изменения монетарной политики, исходя из этого инструментария, уже поехало на, соответственно, первый квартал 2016 года. Но мы предвкушаем это событие и полагаем, что это непременно произойдет. Что касается, соответственно, текущей ситуации по евро-доллару, вряд ли сейчас стоит обращать внимание на статистику, потому что мы прекрасно понимаем, что то, что произошло в четверг, да и последующий рост, это больше похоже на реальное присутствие на рынке маркетмейкеров, которые гнут свою линию, отстаивают свое поискалирование, но или, говоря простым языком, просто зарабатывают рождественские бонусы. Давно они их уже не видели, особенно если посмотреть, опять же, на ситуацию с прочими инструментами, которые обычно составляют костяк трейдинга для инвестиционных хэш-фондов. Поэтому сейчас профит им очень нужен. Ну, не знаю, профит нужен, конечно же, и нам, но мы должны прекрасно понимать то, что все-таки маркетмейкеры – это серьезные игроки, они реально могут влиять на те психологические настроения, которые формируются и, по сути, подталкивают большинство трейдеров на определенные реакции касательно большинства финансовых активов, которые находятся в поле их зрения. Поэтому хочу сделать маленькую ремарочку. Поскольку сейчас реально в игру вмешиваются маркетмейкеры, я советую обратить вам внимание на те показатели Каймана, которые сейчас генерируются по паре евро-доллар. То есть этот индикатор доступен в личном кабинете компании, а маркетс – им обязательно нужно руководствоваться, потому что только так можно иметь реально объективное представление о том, что происходит на рынке и кто сейчас доминирует – быки или медведи. Сейчас мы видим то, что, соответственно, маркетмейкеры присутствуют на рынке. Я допускаю то, что евро может еще какое-то время расти, снова может оказаться выше уровня 1.10. Но даже если это и произойдет, это будет больше похоже на то, что быки пытаются сохранить свое место под солнцем, еще задержаться какое-то время на более высоких ценовых значениях. Но это все равно последние, скажем, моменты, прежде чем мы увидим европейскую валюту на более низких и глубоких ценовых значениях. Я думаю, что произойдет это в ближайшее время, потому что даже для трейдинга маркетмейкеров есть свои критические уровни. И я полагаю то, что таким критическим уровнем для них был как раз рубеж 1.10. Поэтому, когда мы обозначали перспективы и возможности для трейдинга по европейской валюту для тех, кто еще не в этих сделках, я отметил то, что как раз в уровне 1.10 и тогда, когда пара была выше, прекрасные возможности и ценовые рубежи для того, чтобы занять уже выявленный долгосрочный сел по паре евро-доллар. Поскольку статистика сейчас реально уходит на второй план, мы должны все-таки прекрасно понимать то, что ключевой фактор сейчас – рыночное настроение, ну и поведение американцев. Но если отталкиваться все-таки от фундаментального фона, сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен о Германии. Этот отчет ходит в 10.00 по московскому времени. Напомню, что это показатель по инфляции, который мы традиционно анализируем как предвосхищающий новостной повод данных по инфляции еврозоны в целом. Этот отчет у нас уже на следующей неделе. Соответственно, если индекс потребительских цен Германии просядет, у нас будет возможность готовиться к слабой статистике по еврозоне. А если это уже произойдет, то здесь всем, наверное, европейской валюте все-таки придется потесниться более активно и динамично и снова нацелиться на возвращение к тем низким значениям, на которых она была некоторое время назад. Для нас ближайшим долгосрочным рубежом является уровень 1.05. Что касается каткосрочной идеи, вчера я предложил воспользоваться селл-стопом с уровня 1.0950, тейк-профитом 1.08, стоп-лоссом 1.10. Эта идея сейчас в рынке, поскольку актуальная котировка 0.934, мы сейчас в небольшом профите, но ждем, что пара все-таки прислушается к, опять же, собственным основаниям для коррекции, ну, может быть, даже к нашему аналитическому посылу и пойдет к тем уровням, которые необходимы нам. Это сейчас значение 1.08. Далее идем. Доллар японская иена. Здесь актуальная котировка 122.08. Доллар сейчас активно реабилитируется. Мы прекрасно понимаем то, что та разгрузка, которую мы увидели днем ранее, она была спровоцирована падением, да и, по сути, даже уходом в красный сектор американских трежерис. Сейчас ситуация вроде бы как меняется. И понятно, что для усиления позиций доллара и даже для поддержки доходности американских трежерисов необходим сильный макроэкономический фонд. Если он будет таковым, я в этом не сомневаюсь, значит ситуация нормализуется и, собственно, трежерисы снова вернут участников рынка к главной идее того, что на следующей неделе у нас суперсобытие. Это суперсобытие ФРС. То есть 16 декабря поздним вечером мы будем следить за ставкой и за последующими комментариями монетарного руководства по дальнейшим уже перспективам денежно-кредитной политики. Мы настраиваемся на повышение ставки и за последнее время получили для этого достаточно серьезных сигналов. Вчера вышли данные по заявке на пособие по безработице. По факту 282 тысячи против прогноза 269 тысяч. Даже несмотря на то, что фактическая цифра выше прогноза все равно ниже 300 тысяч. И я говорил то, что это очевидный позитив, потому что ниже 300 тысяч, а кто-то говорит даже, что если показатель по заявке на пособие по безработице будет выше в пределах 330 тысяч, это также является позитивным фактором, отражающим улучшение ситуации на рынке труда. Я считаю то, что фактическая цифра у нас ниже той планки, которую поставили мы, а не кто-то 300 тысяч. И это тренд, который продолжается уже больше 40 недель. И как, скажем, следствие этого, мы видим очень сильные данные по non-farm peril, мы видим то, что и уровень безработицы оказался уже на целевом значении и на рубеже. В частности, сегодня в качестве дополнительного разгоняющего обстоятельства фактора можно отметить еще роничные продажи в 16.30 по московскому времени. Думаю, что этот отчет превзойдет ожидания аналитиков. И, соответственно, в случае его роста, такой же рост может показать американская валюта, которая сейчас нам интересна с точки зрения того, что она должна оказывать давление на рисковые инструменты, против которых мы и делаем ставку, ну и, разумеется, поспособствовать усилению собственных позиций против японского актива. Поэтому, собственно, мы, как и все участники рынка, сегодня ждем поддержки для доллара и надеемся, что сможем еще ближе приблизиться к нашему ценовому рубежу по паре USD и иена в районе 125. Но я полагаю, что было бы отлично, если бы мы сейчас оказались выше, соответственно, уровня 123. Но в рамках одной торговой сессии, конечно же, это крутовато. Но сейчас рынок не совсем тривиальный. Мы видим то, что для него может быть характерна очень повышенная волатильность. И поэтому, может быть, и сегодня мы видим также весьма динамичное движение. А фунт против доллара. Актуальная котировка 1.5137. Вчера последовал вслед за европейской валютой. Понятно, что корреляция восстанавливается. Но еще более определяющим фактором стал национальный фундамент. Мы следили за ставкой, объемом выкупа активов, голосованием монетарных членов, прогнозом по инфляции и последующих комментариях со стороны высокопоставленного руководства Банка Англии. Что по факту слышали? Ставка и объем выкупа активов на прежних уровнях. Мы в этом ничуть не сомневались. При этом определяющими факторами для британца стали комментарии того, что Англия по-прежнему дисконтирует риски, связанные с снижением темпов экономического роста мировой экономики со стороны Китая. Но главный разрывочный эффект был оказан вследствие комментариев о том, что британская валюта по-прежнему весьма перекуплена. И поскольку продолжают снижаться цены на энергоресурсы, великая вероятность того, что индекс потребительских цен не просто останется на отрицательной территории, но и уже в ходе следующего отчета покажет нам на то, что ему пришлось оказаться на более низких значениях. Сейчас годовой показатель минус 0,1%. Это фактически зафиксированная дефляция. Мы ждем значения еще ниже. И как только эти ожидания подкрепятся, мы снова будем делать ставку на то, что Банк Англии, Банку Англии по сути, не видать хороших прогнозов по достижению, по скорому достижению целевого показателя по инфляции и по повышению ставки ранее 2017 года, не видать как своих ушей. Мы, собственно, на это ориентируемся уже в течение длительного периода времени, делая вместе с теми участниками рынка, которые также обращают внимание на целостный фундаментальный фон, ставку на долгосрочное ослабление. И, в принципе, фунт реально подтверждает тот факт, что он заряжен на серьезное снижение. И здесь главное не упустить возможность, которая позволит вам получить очень неплохой профит на его ослабление. Как действуем? Sell Stop уровень 1,51, Profit 1,49, Stop Loss 1,51, A70. Собственно, это идея еще со вчерашнего дня, пока мы этот отложенный ордер не зацепили. Далее идем. USDCAD вчера достиг 11-летнего максимума, а сейчас торгуется на уровне 1,3653. Видим то, что ключевое давление на канадцы сейчас оказывает снижение цен на энергоносители. И поскольку в начале брифинга я сделал ставку на то, что, скорее всего, бренд будет и дальше слабеть, думаю, что пара USDCAD реально может добраться до уровня 1,4 до конца этого года. Но пока, соответственно, для тех, кто не залез в трейдинг по этому до этого валютных активов после того, как мы добрались до нашего профильного ориентира 1,35, стоит подождать. Вернемся к перспективам канадца уже на следующей неделе, собственно, тогда, когда будем оценивать возможности трейдинга и по нефти. Еще хотел пару слов сказать про USDCAD, актуальные котировки 0,9884. Здесь, почему я сейчас акцентирую внимание на этой валютной паре, потому что последние комментарии председателя Национального банка Швейцарии Джордана указывают на то, что Банк Швейцарии может вернуться к агрессивному стимулированию экономической политики через снижение процентной ставки в марте 2016 года. Я полагаю то, что это решение может быть даже на рынке быть обозначено ранее, если европейская валюта будет слабеть так динамично, как хотелось бы нам и как мы прогнозируем. Поэтому готовимся к опережающему ослаблению франка и если это произойдет, мы сможем снова уйти гораздо выше паритета и, соответственно, ориентироваться на еще более высокие ценовые значения. Как действуем сейчас по паре USDC? Buy Stop с уровня 0.9950, Take Profit 1.01, Stop Loss 0.99. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Увидимся уже в следующий понедельник. Всего доброго. До свидания.